Еще раз слава нашему Господу! Первая книга Царства, 30 глава. Тут про Давида, когда он возвращался наш домой. Он смотрел и, оказывается, враг забрал все царство. Весь Израиль был адаптирован. Жены, дети забрали у него все. И люди начали быть с претензиями к нему, начали бросать камни. И тут красивый очень стих говорится, что Давид нашел силы в Господу. Нашел силы в Господу. Собрался и возвращался, пошел, последовал этих врагов. И забрал обратно все, кто был восславил. И центральная мысль, главная мысль, что Давид нашел силы в Боге. Я хочу, чтобы мы все нашли сегодня силы нашего Господа. Шестой стих. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиапару, священнику, сыну Ахимелекову, принеси мне его. И принес Авиапаре вод к Давиду. И попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне этого полчища? И догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Амин. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. В другом переводе написано, но Давид нашел силы в Господе своего. Я хочу, чтобы мы надеялись на нашего Господа. Нашли сегодня силы в нем. Если кто-то чувствует себя, кто-то чувствует унылым. Возможно, вас кто-то бросили камнями, как у Давида однажды. Нету силы. Я хочу, чтобы вы нашли силу нашего Господа. Это возможно. Господь дает победу. Как ответил Давиду, так он готов отвечать нам сегодня и укреплять. Только попросите Господа. Только попросите у Него. Славьте к нашему Господу. Доверяйтесь. И готов Господь сегодня помочь каждому. Пусть Бог благословит сегодняшнее служение нас. Первая песня. «Прихожу к тебе я с хвалой». Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики и любовь Твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики и любовь Твоя сильна. Ох, Ты вели, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ох, Ты вели, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Ты один достоин хвалы. Превозносим к небу руки, Тебе радуемся мы. Ты один достоин хвалы. Превозносим к небу руки, Тебе радуемся мы. Ох, Ты вели, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Ох, Ты вели, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Ох, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Честь Тебе и слава я склоняюсь. Ты надежда и любовь, Ты надежда и любовь, Утешение и покой. Ох, Ты вели, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Ох, Ты вели, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Ох, Ты прекрасен и вели, И другого нет, как Ты. Нет другого Бога, как наш Господь. Аминь. Давайте скажем это нашей молитвы. Будь слава нашего Господа. Скажите все ваши нужды. Просите у Него. Господь готов помочь каждому. Славим нашего Господа. Господи, мы славим. Мы приходим в этому來, Господа, Скэр. Сл��обой, Господь, Иисус Господа,mlю вели, Ииси. И implantяйся в благо告 lasts минуте. Мой escolин реки, Господь, Иисус Госп Door. И недорога Господь, Иисус Господь, Он вели ты, которых она sobre dialog и отец Свободало, мне честное слово вели, и на божество, говорит Господь на это слово, Господь, и им. Господь предugen просто нас petty. Господь обществ51 Рect global, Господь, расправлена Господь, Продолжение следует... 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 Ты, Мое, над Небя, Милой Скорь. Твердыня Моя и прибежище Мое, Избавитель Мой, Бог Мой, Скала Моя. На Него я уповаю, щит Мой, дорог спасения Моего и убежище Мое. Слава нашему Господу! Я знаю, что каждый из нас чувствует и каждый день знает нашего Господа. Может, не на словах Давида, но на нашу практику, на каждый день. И также Господь является наше спасение, наша защита, наша братья, как тут написано. И когда нам тяжело, мы прибегаем к Господу нашему и все говорим Его. Слава нашему Господу! Давайте еще одну песню споем, просто будем молиться за нашу страну. Сегодня, как никогда, страна нуждается, чтобы Бог руководил всех и врагов, и царя, чтобы не была вот эта война. Чтобы Бог оставил еще мир в нашей стране. Аминь! Будем молиться особенно за нашу страну после этой песни. Песня называется «Вот опять я в твоих руках». Мы должны, главное, знать, что мы в руках нашего Господа. И что бы ни случилось, с нами все будет хорошо. Споем все вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Дубровскому! Субтитры Алексею 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 Дубровскому! Это Иисус говорит. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не удаляют ее. Аминь. Братья и сестры, мы находимся сегодня там, где Господь призвал тебя и меня. Аминь. Может кто-то будет смотреть и скажет, меня Господь еще никуда не призвал, но я скажу вам так, что если ты уже смотришь служение, Господь тебя уже призвал к тому, чтобы ложить свое слово в твое сердце. Да будет имя Бога благословено. Аминь. Братья мои и сестры, дорогие друзья, Иисус Христос сказал Петру такие слова. Я создам церковь, и врата ада не удаляют ее. Аминь. Вы понимаете, насколько сегодня важно? Мы сегодня имеем переживания. Мы видим сегодня то, что творится сегодня вокруг нашей страны. Мы видим сегодня то, что творится в этом мире сегодня. Но вы знаете, многие люди хотели побудить в церкви Иисуса Христа. А сегодня это слово дошло к тебе и ко мне. Ты есть членом церкви Иисуса Христа. Ты есть христианином и христианка является. Иисуса Христа. Церкви Иисуса Христа. Итак, давайте мы посмотрим. Я бы хотел прочитать некоторые слова, которые записаны в Слово Божие. Давайте мы прочитаем... Дениса, попрошу сегодня немножко подхудиться. Иисус Христианам, первая глава, 22-23 стиховитарь. Давайте мы посмотрим, что говорит нам Слово Божие. Иисус Христианам, первая глава, 22-23 стиховитарь. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви. Послушайте внимательно. Которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Церква, мы, это есть тело Иисуса Христа. Вот давайте сейчас мы задумываем. Я и каждый из нас, мы являем тело Иисуса Христа. Мы есть церковь, искупленная Господом нашим Иисусом Христом. И еще хочу прочитать нечто, чтобы оно было более еще разумительно. Какие у нас мышления должны быть? Как мы должны поступать? Пятая глава, Деяния апостолов. Там есть один такой случай, который произошел с апостолами. И вот здесь записано, 5 глава, 34 стих. Написано так. «Стал же в Синдрионе некто фарисей именем Гамалаил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время и сказал им, мужи из Раиски, подумайте сами с собой. О людях всем, что вам с ними сделать? Ибо незадолго перед Сим явился Февдо, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галерианин, и увлек за сухою довольна народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей с них и отставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться Богопротивниками». Братья мои и сестры, дорогие друзья, посмотрите, насколько Церковь Иисуса Христа, она сегодня стоит, и она сегодня имеет жизнь. Я не знаю, насколько каждый из нас, мы имеем жизнь в Церкви, в Деле нашего Господа Иисуса Христа, но важно сегодня иметь эту жизнь. Итак, здоровая Церковь. Правда, что мы каждый хотим иметь здоровье? Или нет? Даже самый больной человек, он все равно хочет иметь что-то. Он хочет иметь здоровье. Давайте мы посмотрим, здоровая Церква. Здоровая Церква – это сплоченная Церква. Когда мы есть вместе, когда мы сближаемся друг с другом, не только тогда, когда вкусно что-то приготовили, но когда мы всегда, постоянно вместе, когда Церква, она сближается друг с другом. Для чего это важно? Понимаете, когда Господь сказал, что «Я создам Церкву, и врата ада не одолеют ее». Понимаете, насколько важно, когда Церква, люди, они находятся вместе, в единстве. Мы когда видим, что когда ученики, они пребывали единодушно, вместе. Вы понимаете, что для Бога сегодня все делать великое на этом месте? Если мы все единодушно будем пребывать вместе, если сейчас кто-то не будет копать огород, если кто-то сейчас не будет стоять, сидеть за рулем машины, если кто-то не будет своих планов устроить на будущность, или в работе, или в жизни, и так дальше. Но если мы сегодня будем сплоченные, что это дает нам? Если мы сегодня скажем, «Да не могу я, вот, брат или сестра, я никакой, как он или она». А что, ученики были все одного уровня? Они были одинаковые, да? Так, как мы иногда выбираем хлеб, смотрим потом. Он маленький, а нет, тут не хватает рам, мы ищем побольше, нам хочется выбрать. Смотрите, Господь избрал каждого из нас. У каждого из нас разный характер. У нас же у меня и жены разные характери. А если каждый из нас посмотреть? Ну, давайте мы посмотрим сегодня, а какой характер должен быть у христианина? Разный или одинаковый? Разный. Давайте мы посмотрим сегодня. Здоровая церковь, это и церковь, да, которая сплоченная, особенно в это время. Вы посмотрите, то, что оно делается сегодня. Сегодня, кажется, мы все просим, Господи, сохрани нашу страну, чтобы не было никакого кровопролития. Ну, давайте мы посмотрим. И я вам сделаю выиск. Я посмотрю. А вы этого желаете? Я вас завтра приглашаю на молитву. Вот покажите свою сплоченность и ваше желание. Я завтра, в понедельник, на 20.00, приглашаю всех на молитву. И Господь в сердце видит, Бог увидит, насколько ты действительно дорожишь церковью, которая должна быть здоровой, сплоченной. Насколько ты дорожишь тем, что ты являешься Детем Божиим. Здоровая церковь. Как хочется сегодня, чтобы церковь, она была сплоченной. Давайте мы посмотрим еще нечто. Давайте мы посмотрим то, что церковь, в которую хожу я, и ходишь ты. У нас есть разных церковь сегодня на этом месте. Может, кто-то слушать будет, и ты ходишь. Не важно, какую церковь. Но я хочу задать вопрос. Твоя церковь, она сплоченная? Но задам еще один вопрос. Не спеши с выводом. Посмотри сперва сам в себя. Ты являешься членом церкви, через которого Господь делает дело свое, и ты есть член здоровой церкви. Ты сам лично. Или ты смотришь просто на кого-то. Потому что ты говоришь, что нет, это невозможно. Здесь, в этой церкви, постоянно проблемы. Но в этой церкви, послушайте, я вам хочу дать урок. А о какой церкви ты говоришь? По местной или в Божьей? На какую церкви иногда мы говорим неправильно? На Божью церкви? Будьте внимательны своим словам. Очень будьте внимательны. Не говорите ни о какой церкви плохо. Не говорите ни о какой церкви, что там то такие, то такие. Вы знаете, я скажу за себя. Меня Господь побуждает молиться. Молиться у всех там, где я знаю, что что-то не так, а Бог говорит, молись. И тогда будет победа. А если я скажу, там плохо, там неправильно, оно еще хуже будет. Так что пусть Бог благословит. Здоровая церква, это и церква, когда она сплоченная, когда в единстве, когда в местье. Вот тогда церква Иисуса Христа, она имеет силу. Но для того, чтобы нам быть сплоченными, нам надо предоставить себя действительно в эту жертву живую, благоугодную для Господа. И тогда он будет делать действие свое через тебя. Ты не будешь же смотреть свысока на кого-то, а ты будешь научиться в Иисуса Христа. Ты будешь внизу и смотреть на кого-то снизу вверх. И тогда ты будешь победителем. Братья и сестры, пусть Бог нам поможет. И дальше. Здоровая церковь. Это церковь, где есть поддержка, взаимоуважение, где относятся друг к другу с покорностью. И я написал такое слово «злай». Давайте мы посмотрим. Самое первое, я коснусь такого. Много можно о чем-то говорить. Но здоровая церковь, это там, где есть поддержка молитвенная, о чем я вас приглашал и говорил. Давайте мы вспомним, когда Петра взяли в теницу. Тоже для церкви было какое-то проблема, о переживании. Что делала церковь? Что делала церковь? Ну давайте мы прочитаем. Написано. Деяние 12 глава, 5 стих. Что делала церковь? Насколько важно? Насколько оно? И так Петра стеребил темнице. Между тем, несколько человек прилежно молилось о нем Богу. Церковь. Тело Иисуса Христа. Оно взывало Господа. Братья и сестры, мои дорогие друзья, смотрите, мы часто думаем, что в церкви нету сил. Есть у церкви сила. Есть у церкви сила. Потому что Господь определил и сказал, что врата ада церкву не одолеют. Но здоровая церковь, это церковь, где есть поддержка, взаимоуважение, где относятся друг к другу с покорностью, с лагодностью. Люди, которые видели проблему, что Петра взяли, они прилежно молились. Но смотрите, интересно, сколько времени они молились? Что пишет Библия? Одна молитва. Две, три. Сколько времени? Давайте я вам прочитаю. С первого стиха. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. И убил Якова, брата Янова, и чем? Видя, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, когда были дни пресняков, и задержал его, посадил в темницу, приказал четырем четверицам, воинам, стеречь его, намеряясь после паски вывести его к народу. Значит, было время, когда церковь молилась долго. Ни час, ни два. Итак, я бы хотел немножко остановиться вот на это. Первое, это и поддержка в молитве. Вы знаете, насколько мы часто думаем, что молитва, она не имеет сил. Насколько иногда бывает, что враг одолевает сегодня, и многие говорят, что я уже сколько молился, и молилась, и меня не хватает уже веры на это, что Бог что-то сделает. Дорогие мои друзья, а я задам вопрос другой, а неужели Бог поменялся? Неужели Бог изменился, и в сегодняшнее время Он не тот же самый? Я не знаю, почему, но вот когда мы читаем Слово Божие за ту вдову, которая просила милости в суде, и Бог говорит, хотя бы Господь медлит, но Он явит милость Свою. Медлит. Давайте мы посмотрим, насколько важно, чтобы сегодня здоровая церковь, она пребывала действительно той, которую хочет видеть Господь. Я говорил вам за то свидетельство, когда дети инвалиды, они сделали соревнования и бежали, да? Был бежать. Кто-то без ноги, кто-то без руки, кто-то без обоих ног. И вы понимаете, когда эти дети бежали, кто-то дошел уже до того финиша, чтобы выйти победителем, но услышал крик, что кто-то упал. И он возвращается и видит, что нет, кто упал. И все возвратились. Знаете, этот пример как-то врезался в мою душу, в мое сердце. Они все повозвратились, подняли этого ребенка, и все вместе дошли до финиша. Вместе. Вы знаете, как часто сегодня нам не хватает вот этого. Вот этого. Я не знаю, что сегодня, что сегодня надо еще для каждого, чтобы нам посвятить себя друг для друга и увидеть того, который упал, который спотнулся. Знаете, мы часто говорим об этом, но я вам задаю вопрос. А видит ли Господь мою жизнь, в которой она действует, по Слову Божьему или не по Слову Божьему? Братья мои и сестры, Господь призвал Он тебя и меня в свою церковь. И Господь учит нас Словом Божьим. Для чего? Потому что тяжело иногда бывает тому, который спотнулся, который упал. И вы знаете, иногда не хватает сил ему подняться. А мы часто говорим, да он такой, ему так не надо, потому что он не видел, что он так, что так. И вы знаете, насколько важно иногда бывает обидно к самому Господу. Я как священник прошел, левит, как прошел мимо, оно же тот, который поднимет. Часто мы бываем в таких ситуациях. Часто я бываю в таких ситуациях. И нам не хватает сил. И ты ждешь иногда туда же по телефону, а вдруг кто-то позвонит, хотя бы скажет хорошее слово. А вдруг кто-то хотя бы позвонит, скажет, слушай, Игорь, я за тебя молюсь. И вы знаете, только гилей, он ложится и говорит, хорошо. Вы знаете, суд, оно хорошо, но Библия говорит, хорошо, если бы ты судил, Игорь, сам себя, то не был бы судим. Но как важно, чтобы церковь, она была здоровая, а когда она будет здоровой? Тогда, когда я буду поступать по Слову Божьему, мы иногда сильны, мы иногда грамотны, мы знаем все, но не поступая по Его Слову, мы терпим поражение и сами этого не замечаем. Здоровая церковь. Есть написано в Слове Божьем, пришел один пророк Агал и сказал, что будет на земле голову, будет проблема. И что сделала церковь? Она собрала даяние, она собрала то, что могла и дала помощь. Почему? Потому что это есть церковь, это есть тело Иисуса Христа, а Господь всегда беспокоился в людях. Он кормил, Он напаял, Он давал исцеление, Он являл милость. Здоровая церковь, она также сегодня призвана к этому, чтобы служить, чтобы подвязаться для этого. Я хотел бы остановиться на одном Деянии Апостола, 9 глава, 36 стих. Ну, давайте мы прочитаем, я знаю, что вы все это знаете, хорошо. в Йопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит семна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось те дни, что она за ним могла и умерла, ее умыли, положили в горности, горницы. И кажется, что еще надо, да? Пошли, спели, сказали аминь и все. Ну, давайте мы посмотрим 38 стих. А как Лида была близ Йопии, то ученики услышали, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Вы знаете, я себе записал так, они поверили в то, что они делали. Они не послали просто за Петром, потому что им так захотелось и все. А у них конкретная была цель идите приведите Петра, чтобы он помолился и мы верим, что Бог ее воскресит, не исцелит. Они поверили в это. Вы знаете, здоровая церковь, она это тогда здоровая, когда она верит в то, что она читает и исполняет Слово Божие. кто был в понедельник на молитве, жалко, что многих не было. Жалко. Не жалко. Но вы знаете то, что вот брат Саша свидетельствовал себе, то, что брат Игорь в конце проповедовал, говорил, насколько мы просим силы и просим, и просим, мы должны же сами пребывать в силе его, чтобы исполнять волю его. Здоровая Церковь. Вы знаете, насколько важно сегодня, чтобы Господь видел Здоровую Церковь? Для чего надо? Смотрите, идет беда. А что делает Здоровая Церковь, когда идет беда? Кто-то купил пять пар волок, кто-то женился, кто-то поле купил, кто-то другой, кто-то третий, а царь говорит, придите, а времени нету, придите, Господи, извини, потому что другой раз там есть, там есть те, там есть те, там есть те, там есть кому, как-то без меня они обойдутся за его уважение. А ну давайте, вот когда мы разговариваем, друг с другом, что ты думаешь об этом друге или об этом человеке, с которым ты говоришь? Вот ты встретился, да, и вот ты говоришь, пуста говорят, а что мысли твои думают об этом человеке? Всегда хорошо? хорошо? Или говорю одно, а думаю другое? Знаете, когда здоровая церковь, когда здоровый христианин, когда он видит в другом человеке нечто то, что если этот человек даже плохой, то ему нужно спасение. Если ты не лицемеришь, если ты не являешься таким, который двумысленный, потому что Библия говорит, что с одного источника не может течь куда и сладкое, и еще сладче. Или горькое, да? Давайте мы сегодня посмотрим, как вы все, как хотите, чтобы люди с вами поступали, так надо и нам с людьми поступать, так? Я хотел бы, чтобы мы сегодня вразумели, насколько важно сегодня для нашего из нас, чтобы наш дух, душа и тело не были здоровы и тогда церква будет здоровой. Если церква, мы говорим, что да ну это церква, но иду туда, потому что ну что делать, выбора нет, она никогда не будет здоровой, потому что церква, она составляется из людей. Пусть Бог сегодня поможет каждому из нас, пусть Бог укрепит сегодня каждого из нас. Вы знаете, для того, чтобы иметь правильное отношение и правильную жизнь в Иисусе и Христе, чтобы был здоровый дух, душа и тело, насколько важно, чтобы нам иметь, как Павел сказал, уже не я живу, но Христос во мне живет. Давайте мы посмотрим, если Христос живет во мне, какое твое отношение в церкви во Христос? В жизни. Вообще-то, как твоя жизнь поменялась во Христе? Насколько ты имеешь здравое учение на основании Слова Божьего, и насколько ты посвятил себя Иисусу Христу? Знаете, насколько важно мы хотим всегда видеть, чтобы дома у нас было все хорошо, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы оно было четко, насколько Бог хочет, чтобы оно четко было не только в этом теле, но и в духовном теле. Он хочет видеть, насколько четко, чтобы его церква, она была светом, как придумал брат Анатолий говорил, будем молиться. Знаете, наша жизнь, наша жизнь, она быстро уходит, наша жизнь, она проходит, и я не раз так задаю вопрос, а что я сделал для Господа? То, что Бог хотел. Ну, я много то, что-то делал, что мне на ум приходило, а именно то, что Бог хотел, именно то, что Он хотел. Мы часто ставим свои мысли на мысли Божьи. Мы часто думаем, что я сделал то, я сделал то. Одна женщина говорила, ого, сколько я сделал для Господа, и подходит и говорит, слушай, а я сделала то, а я сделала то, а я сделала то, по концу Бога, ты ничего не сделал. Если бы ты сделала бы имя мое, дала левая рука, чтобы не знала правая рука, она была бы благословенная. А так, ты только имя свое подняла, а ты ничего не сделала. Так что, давайте мы будем иметь взаимоуважение друг к другу. Вы знаете, часто мы думаем, я опять возвращусь в церкви. Я опять возвращусь в церкви, та, которая имеет силу. Истинная церковь Бога, это не есть какая-то церковь, не какая-то деминация. Мы часто смотрим на все деминации, мы смотрим сегодня на все церкви, которые есть вокруг. Мы смотрим и думаем, кто не так, кто не так, кто не так. Это все те, которые получили истинную церковь Бога, это те, которые получили истинное спасение через веру Иисуса Христа. Знаете, я расскажу одну историю за себя. Я не хвалюсь, но так Бог мне поставил. Это не для хвалы, это был не урок. Я ехал на работу при прутье, это давно было. И села одна женщина, она такая богобоязная, смотрю, сапой зашла, я ее знаю. Куда? Они тут и вай, куда? Там надо помочь, подкрутиться. И вы знаете, кажется, ну что, хорошо, едешь, едешь, пусть Бог благословит, что больше можешь сказать. А Бог говорит в то время четко, слышу голос Божий, заплати за нее, за ее дорогу. Ну, это не деньги такие большие. Но я задал другой вопрос. Она приятна, Бог? Ее жизнь, приятна, Бог. Бог за нее побеспокоился. Бог ее любит. Часто я, возможно, не вижу в людях то, что я должен дать другим. А у Бога есть любовь до каждого. Взаимоуважение, братья и сестры. Давайте у нас будет взаимоуважение к людям. Давайте мы будем светом Божьим, действительно, реальным светом. Здесь мы светим хорошо. Давайте добудет свет наш такой, чтобы Бог мог поднять нас на гору, и к этому свету шли люди. Дорогая душа, я не знаю, ты будешь смотреть, какое есть сегодня отношение твоих людей. Может, тебя раз выше или ниже, но никогда не господствуй над кем-то. Помни одно, что Господь есть Судья на всем. Итак, здоровая церковь, это церковь, где есть поддержка, взаимоотношения, где относятся друг с другу с покорностью служения. Братья и сестры, враг сей сегодня очень много. Враг сегодня делает нечто то, чтобы из церкви сделать ничего. Не разрешайте этого врага. Посмотрите оно Слово Божие. Христос возлюбил всех и до конца, даже и он. Мы такие разные породы. Особенно я говорил, не помню, недавно говорил, в пятницу говорил Тарасу, вы знаете, как нам, служителям, приходится знать, о каждом, и видеть, и унищать то все, и видеть, смотреть друг в друга, кто с любовью друг к другу относится, кто враждей друг к другу относится. И как важно нам сегодня понять, что неправильно это. Церква Иисуса Христа, она должна быть здоровой. Давайте мы будем искать здорового духа, жизни здоровой. Может, сегодня нам не хватает, может, мы обижены чем-то, может, мы иногда не имеем герзгавения правильно жить и правильно служить. А чем тебя Бог обидит? Чем? Тем, что протянул свою руку в твоем? Тем, что зашел на долгов и страдал добровольно? Чем? Бог живой, Он истинный, Он реальный, и мы говорим Иисус! Я говорю вам, что есть одна сестричка на молитвном служении, рак позвоночника, системы ставили, химию ставили, жидкость в нее не отходит, живот стал такой большой, и она говорит сейчас так, я уже все, всю жизнь обоих Иисуса Христа, я уже ничего не могу. Вы знаете, до этого времени человек что-то старается, что-то добивается, хочет по-своему, и я, вы знаете, сегодня говорил с одним братом, сказал, как часто Бог должен вмешаться в нашу жизнь только ради того, чтобы спасти нас, ради того, чтобы дать нам жизнь, а мы иногда не понимаем, а мы иногда противостоим, а у нас иногда не хватает правильного понимания, что Бог хочет от меня. Здоровая церковь, будьте здоровой церкви, будьте победителями, не разрешайте врагу, чтобы он побеждал, и я вас прошу, никогда не говорите о церкви, за церкви Иисуса Христа плотно, не говорите, потому что церковь Иисуса Христа, она выгл, мы за эту церковь ничего не платили, мы за эту церковь не страдали, за эту церковь нас не били, мы не сидели, нас не гнали, мы за эту церковь, мы пришли, сегодня братья потрудились, напалили, тепло, уютно, хорошо, но уютно ли мне, или уютно ли Богу во мне, вот этот вопрос, я бы хотел, чтобы мы обратили еще внимание, я еще пару минут займу, еще один, и все, здоровая церковь, это церковь, где каждый стремится к духовному розыску, и я хочу прочитать Ефесянок, 4 глава 11 стиха, Ефесянок, 4, 11, и он поставил одних апостолов, других пророков, иных евангелистов, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколи не придем к единству веры и поздания Сына Божия и мужа совершившему меру Бога возраста Христова, дабы мы не дали более владельцы приколеблющимися и увлекающими всякого ветра мучения по указу человеку, по хитроству искусству обощения, но истинною любовью все возвращали того, который есть в головах Христос. Аминь. Я бы хотел немножко сказать слово от влечься в этой темы одиннадцатый стих. Смотрите, часто сегодня люди неправильно трактируют то, что здесь написано. И он поставил одних апостолами, других пророками, одних евангелистами, одних пастырями, учителями. Часто говорят пастору, ты пастор, посмотри, где у тебя написано. Сперва апостол, сперва пророк, а потом аж ты пастор. Я вас прошу, не делайте так. Так, как оно написано, для пастора Господь дал особое значение. Он поставил его. Он служит Богу. Почитайте пастыря ваши, чтобы они не имели плач, чтобы они не плакали и не мучились от того, что мы говорим неправильно. Итак, духовный рост. Насколько важно для каждого из нас, чтобы мы имели духовный рост. Помните, Павел говорит, что вам надо уже быть учителями, а вы еще младенцы. Скажите, пожалуйста, если мы не имеем роста, если мы не пребываем в Господе, насколько важно это только церкви. Знаете, церква страдает. Тогда не есть здоровая церковь. Хорошо, вот есть одна церковь, несколько членов, там немного церкви. Сколько у ядовцев членов церкви? Немного. Вот там где-то 70% пророк. я задаю вопрос, почему? Я не знаю так, но вы понимаете, что я хочу сказать? Если человек стремится к духовному росту, то он и сохраняет этот духовный рост, он и умножает, потому что нечто Господь ему дал, и он дорожит этим. Дорожит то, что дал тебе Господь. А если возможно ты потерял или оставил то, что когда-то тебе дал Господь, покайся его чистому. Живи! Живи! И будет благословение. Итак, читаю еще одно, и на этом буду заканчивать. Второе послание Петра, первая глава. Ну давайте мы почитаем, посмотрим, что говорит Господь сегодня к нам. И скажем, это есть духовный рост для каждого из нас или нет. С третьего стиха. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного издва, удалившись от господствующего в мире растения попотю, то вы прилагали к всему все старание. Интересно. Значит, надо стараться, чтобы приобрести что-то. Что приобрести? Покажите веры вашей добродетель. Добродетель и рассудительность. В рассудительности и воздержание. В воздержании и терпении. Терпение благочестия. Благочестия братолюбия. Братолюбие и любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А у кого нет всего жалоба, очень жалоба, тот след. Закрыл сам глаза, забыл об очищении прежней приховки. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши звания и избрания, так поступая, никогда не притнётесь. Если вы хотите быть здоровой церкви, чтобы церковь ваша была здоровой, будьте здоровой до Иисуса Христа. Ищите этого здоровья. Мы так часто ищем плосковое здоровье, мы так часто переживаем, и я такого. Но как хочется, чтобы наша церковь, другая церковь, третья церковь, церковь Иисуса Христа, она была здоровая. И чтобы не сказал Господь, так как одной церкви, у вас есть несколько человек, которые не осквернили свою одежду. Я бы хотел, чтобы каждый человек, который призвал от каждого имя Иисуса Христа, чтобы он имел жизнь вечную. Пусть Бог его даст свобиль, даст мудрость и помощь, здоровая церковь, она в первую очередь зависит от меня, от тебя. Пусть Бог благословит. Снова нашу Господу, чтобы мы все были здоровы духовно. Это означает церковь будет здоровой. Потому что часто я слышу со стороны мирских, да, если знаешь, что кто-то верующий, вот этот штук, вот это, знаю его, знаю дела и так далее. Поэтому очень важно, чтобы церковь, люди, мы, как члены церкви, были здоровы, духовно, внимательны, чтобы показывали свет, а не тьму. Аминь. Бог прославит. Сейчас сестра Андрея прославит нашего Господу, после чего снова молодежь песню на румынском языке шибется таеха, бабушка, девчат. И у нас сегодня благословение детей, ребенка. Поэтому во время песни приглашаем сестру Ольгу и Юра наперед, чтобы Бог благословил их. Субтитры 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 создавал DimaTorzok 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 И Бог умножает нашу общую семью, нашу церковь, детьми. Слава Иисусу Господу! Это очень хорошо, и это радость для нашей церкви, потому что наша семья, она растет и умножается детьми Божьими. Слава нашему Господу! И когда приносили детей к Иисусу, я хочу вспомнить, мы всякий раз вспоминаем это место, но это очень важно, потому что важно приносить детей к Иисусу Христу, важно приносить к Нему, потому что лишь только Иисус Христос Он может дать, и Он дарует и сегодня благословение. Он дарует, благословение исходит от неба. Мы сегодня будем молиться, просить у Творца, но мы не можем дать благословение. Если бы предстояло быть выбором человека, или священнослужителя, или братьев, или сестер, чтобы они благословляли, то, возможно, было бы кое-какое-то лицеприятие. Они бы, возможно, судили, думали, этому больше, этому меньше, или как-то по-другому, не знаю. Но Бог, Он есть Тот, Который не смотрит на лицо, Он есть Тот, Который смотрит на сердце, и Он есть Тот, Который изливает свое благословение, слава нашему Господу. Конечно, как в то время, когда приносили детей к Иисусу Христу, и родители желали этого благословения, они увидели эту важность и говорят, если Иисус Христос исцеляет, такие чудеса делает, если Иисус Христос, Он, все приходят к Нему, то родители, они заботились о своих детях, говорят, почему бы нам не прийти и принести наших детей к Иисусу Христу? И они приносили детей к Иисусу Христу. Да, ученики, они не могли понять, как это, думали, ну, эти дети, которые кричат, которые ходят по церкви, которые часто мешают, да, мы должны их учить, чтобы они не мешали. Но если даже они нам мешают лучше, пусть будут церкви Божьи. Лучше тут шумят, чем в других местах. Ученики, они не поняли, как некоторые сегодня не понимают. Они говорили, пусть они не мешают. Сейчас не то время, есть важные дела. У Иисуса Христа есть вообще другие.